всем привет меня зовут лин и это scarlet nexus мы с вами продолжаем у нас в общем мама скопнула в будущее скорее всего с вероятностью вернуться в прошлое потому что там ее мозг вы хотел тебе усвоить ой волос слишком много отросло и так значит расскажу о ней еще раз лука насколько я понимаю все началось тогда когда на землю с луны отправили колонистов кагер да и я был среди них целью колониста было возвращение на свою родину ну и заодно это должно было слабить перенаселенность луны однако они столкнулись с проблемой на землю и луну из космоса начали падать иные частицы превращающие людей в иных чтобы увести их поток в сторону от луны им нужно было отключить гравитационное устройство регулирующее климат земли аращи значит они хотели пожертвовать землей чтобы спасти луну и за выполнение плана отвечал агент луны кагера кагера да все верно но я облажался когда на луне решили испробовать другу тогда на луне решили испробовать другой подход у них не получилось остановить поток иных частиц поэтому они решили перенаправить его на землю тому же окружив землю барьером из иных частиц они не дали бы колонистам вернуться на луну а потом еще ввести контроль рождаемости цель достигнута перенаселение больше нет ю это так вот что стало причиной появления пояса вымирания выходит план луны удался кагера не знаю после того как я утратил контакт с луной я понятия не имею что там происходит полагаю с иными частицами все вышло не так радужно как они ожидали лука это конечно лишь предположение но я считаю каким бы ни был результат их плана кризис которыми столкнулись луна кризис которым столкнулась луна никуда не делся и так это у нас стало причиной того что на земле появляются иными но какими бы ни были их изначальные цели за две тысячи лет ничего не изменилось и это не нормально хорошо и важно бояться ли они возмездия земли ли столкнулись какими-то другими неприятностями на у не сейчас явно не лучшие времена лука да и это при том что их технологии куда более продвинуты чем наши потому-то я и верю что им до сих пор угрожай угрожают иные цугуми иные на луне наверное тебе очень нелегко к гера это же твоя родина там осталась твоя семья к гера спасибо за за сочувствие с цугуми но у меня по этому поводу смешанные чувства все случилось так давно что же это все что я могу рассказать новые тренировочные так а с кем у меня и магазине во первых новые товары в очередь ага появились короче новое оружие вместо метеора ох ничего себе верь танцоров так место ну по очереди значит у нас седан так уж получилось ох ничего себе у тебя дубинка сияет так аращим невинные кроличьи объятия девочка который дерется бензопилой нормально в порядке так острый рок это у нас я так понимаю арбалет да они что-то у них все резко сияет стали невидимые танцоры это видимо кинша да шо ж ты делать то будешь то ладно сейчас и у к гера надо будет заменить его а это короче походу так и у к гера над заменить это походу были какие-то штуки которые давались олес перед заказом то ли еще с чем-то факел прометея у тебя и палка теперь сияет конечно так сугуми заменить снаряжение лили бэл маленький пистолетик ну а чё ей действительно еще надо она блин видит все уязвимые места у людей ей все что нужно это попасть в эти уязвимые места и все так все заменить снаряжение у луки лука тоже молодец да с огромнейшим посохом так силовые поля появились нет я пока не готова силовые поля улучшать я хочу подарочки скажите что у вас появились подарочки да ну да вы серьезно нет подарочков нет подарочков что вы понимали я вот кстати вот этим вот вообще не пользуюсь и это надето подарочков нет почему а я перезаписала прошло раз по привычке на то же самое то как здорово так а я могу съесть и чуть-чуть поделать юта машине мечом пожалуйста поаккуратнее не думал что ты заберешь оттуда нашу маму я немного нервничаю что вы мне есть сказать могу течет подарить могу дарю так не можно это взять правда ну а чё бы и нет у тебя агравикенес у меня агравикенес а не поговорить ли мне с сидоном чё ты думаешь он ревнует что ты юта даешь чё-то история связи юйта у нас с ним одна мать интересно что он по этому поводу думает юйта ты сейчас свободен да а что просто ну я думала мы могли бы поговорить о нашей маме уверена у нас есть что сказать друг другу да если честно я хотел поговорить с тобой и об этом может тогда отправимся в мидзухагаву почему туда ну я просто подумал что небольшой пикник слегка оживит атмосферу могу что-нибудь нам приготовить пикник в окружении иных ну ладно хоть разогреемся перед боем да там как раз будут учения давай выдвигаться где-то через час ну ладно внезапное вообще свидание похоже мы зачистили большую часть иных в этой области можно и отдохнуть вот это твой обед красиво то как возможно он даже искуснее Наоми хотя нет это уже перебор я собирался приготовить что-то попроще но потом увлекся я не переборщил какой-то хозяйственный все хорошо и на вкус тоже спасибо пока едим можно и поговорить я был очень удивлен когда ты назвала мамой мою маму это ты назвал мамой мою маму это же одно и то же хотя нет Биана все-таки растила первой мама заботилась обо мне когда была в Тагетсу а потом Су у нее был ты и твой брат выходит ты мне почти как старшая сестра подожди чего это я старшая сестра она тебя растила первой это значит что ты старше меня ааа пожалуй ты прав я просто как-то об этом ни разу не задумывалась ну в АПИ не обращают внимания на настоящий возраст у меня нет воспоминаний с того времени как пропала мама до того как меня удочерили Рэндаллы это примерно тогда когда родились мы с братом так что это промежуток лет в десять ты что в анабиозе была или что-то типа того? скорее всего все что я помню это то что мамы не было я очень грустила из-за этого ааа это дааа но я родился только потому что она покинула Тогетсу выходит для меня это было хорошо вот как а прости это прозвучало бессердечно нет это правда если бы мама осталась в Тогетсу то ты бы так и не родился так выходит мне теперь звать тебя старшей сестрой? уж нет единственная старшая сестра которую я знаю это Наоми мне это не идет хорошо я больше не буду так говорить этот смех он что пытается поднять мне настроение? если это так то возможно я была с ним слишком сурова ух это был настоящий пир хоть себя и не хвалят получилось неплохо да было вкусно спасибо скажи что ты чувствовал когда встретился с мамой? это было нужно для того чтобы спасти мир но если честно я был очень рад снова ее увидеть и я как только я увидела ее лицо то будто снова стала ребенком это было очень странно никто из нас не видел ее с раннего детства мне столько всего хочется ей рассказать а выслушать ее тебе не хочется? и мне не знаю правда будет ли у нас на это время трудно сказать ты не спрашивала ее сколько она может оставаться в нашем времени? нет у меня не было возможности надеюсь она останется здесь навсегда да но как бы мне этого не хотелось глубине души я знаю что она не может остаться с нами надолго ты прав но нельзя же грустить об этом все отведенное нам время верно прости что я такой бессимист да я ни в чем тебя не обвиняю мне просто не хочется чтобы то что я ее больше не увижу стало для меня концом даже если мы не можем быть теми кто нас любил это не значит что мы их забудем я тогда был еще ребенком но я помню как я был счастлива когда мы с мамой были вместе пока мы помним о ней то не важно сколько пройдет лет мы все равно будем связаны между собой правда Наоми? мне нравится твой взгляд на соучившиеся да наши сердца все равно связаны через все эти годы даже без красных нитей да хотя когда говоришь об этом вслух это звучит слишком уж банально правда? а мне так не кажется как по мне способность путешествовать во времени перевернула нашей жизни с ног на голову но я очень благодарен что благодаря ей я снова смог увидеть маму да теперь у меня больше хороших воспоминаний по обещанию смеяться но когда я увидел ее в живую услышал ее голос у меня ком застрял в горле я едва не заплакала с чего мне смеяться? я чувствовал себя так же кстати, что-то мы здесь слишком расслабились нет, все в порядке еще успеем размяться перед возвращением ладно, давай вместе с ними разберемся будь на страже возможно там не только они подключись по САС и не забывай следить по сторонам я начинаю себя чувствовать немного неловко это из-за того, что он назвал меня старшей сестрой о, эм, спасибо да, я буду осторожен хорошо, тогда идем она уже ведет себя как старшая сестра эй, Касане помнишь, я называл тебя волком-одиночкой? я еще раз подумал и понял, что был неправ ты не волк-одиночка ты из тех, кто всегда готов идти на помощь, что мне казалось, это твоя специальность правда? но знаешь, ты и в этом хороша все, все включая меня очень на тебя полагаются четвертый уровень связи с Юйта знаешь, иногда ты бываешь добрый ой, я как-то неправильно выразился ничего, если это так, возможно на меня повлияла твоя искренность как тебе мой обед? пишет нам Юйта кстати, а ты можешь еще покритиковать приготовленный мной обед? ну, чтобы в следующий раз было лучше ну, раз уж просишь пожалуй, вкус пресноват ты так серьезно к этому относишься чем тебя увлекла работа по дому? знаешь, я как-то даже не задумывался наверное, ощущением того, что у меня что-то получается мне нравится планировать и делать все по порядку хорошо прибрать так же приятно, как выигрывать к тому же, раньше я убирала готовила только для себя теперь я это делаю и для других когда делаешь кому-то приятно то и сам становишься куда счастливее так, она намекала поговорить с Сидейном елки-палки, а че ж вас так много, господа на меня одну? это нам на две серии развлечения, ребят как же хорошо, что эта способность не попала в руки Тагетсу только подумать, сколько всего они могли бы с ее помощью наворотить я тебе могу подарить? ничего я тебе могу еще сделать история связи эй, Касаны, есть минутка? да, что нужно? если ты занят, это может подождать но мне бы хотел, чтобы ты прошла со мной несколько армейских упражнений можно и сейчас пойдем в тренировочный зал вы там дверь закройте, чтобы не подглядывали, когда тренироваться будете проклятие а я-то думала, что в этот раз могу победить поверить не могу, что в последний момент все-таки выкрутилась может мне в конце и удалось тебя одолеть, но едва-едва спасибо, хорошая была тренировка я заметила, что твои движения изменились как будто ты перестала сомневаться хватит меня анализировать и вообще, то, что ты меня победила, еще не повод задирать нос это был комплимент знаю, но, наверное, это не так уж и важно я усвою полученный опыт и в следующий раз победа будет моей вот видишь я ценю твою целеустремленность, но старайся не перенапрягаться иначе твоя семья будет беспокоиться они постоянно обо мне беспокоятся, даже когда я ничего не делаю и они никогда меня не слушают у тебя хорошие родители не забывай отвечать на их сообщения да, но они все равно не перестают меня доставать поэтому я решила забегать в них хотя бы время от времени это хорошая идея уверена, они будут рады они постоянно спрашивают, когда я приду в следующий раз они хотя бы представляют, насколько я занят и всегда о них говоришь, вот так, но я знаю, что они для тебя важны ты просто не можешь это признать да цундая Роман вообще да нормально, ты просто слишком прямолинейна хотя возможно именно поэтому ты так сильна ты сражаешься за то, что для тебя важно и тебя не беспокоит, что кто и что думает по этому поводу это сила, которую нельзя измерить и которую я не могу понять но наблюдая за тобой я все-таки кое-чему научился чему? настоящая сила вовсе не в том, чтобы уметь всегда обставить других людей у всех, включая меня, есть свои неповторимые сильные стороны так что, не очень-то заносись лишь потому, что чуток талантлива наступит день, когда я превзойду тебя и встану во главе АПИ а я-то думала ты и прям повзрослела а ты совсем не изменился что? хотя, наверное, если бы ты внезапно изменился за ночь, это было бы странно, так что оно и к лучшему одни оскорбления, как обычно, ты действительно хочешь со мной подружиться? нет насчет этого, я знаю, что сказала Кёка, но я не думаю, что нам нужно заставлять себя дружить что? может мы мыслим и по-разному, но на поле боя можем доверять друг другу тебе не кажется, что этого вполне достаточно? мы сражаемся в одном взводе полагаю, мы можем хотя бы не ссориться рада, что мы пришли к единому мнению ну, видимо, они к дружбе просто слишком... очень серьезно относятся не хочу сказать, что ты подходишь на роль ридера или что-то такое, но мне как бы не противно было признавать кроме тебя, видимо, никто не справится ты очень много болтаешь, я не успеваю я хочу сказать, что ты отлично справляешься, по крайней мере, пока пятый уровень связи с Сиденом пятый знаешь, когда все время находишься в чьей-то компании, со временем начинаешь угадывать чужие мысли даже если кому-то не нравишься я никогда не говорила, что ты мне не нравишься, но я согласна с тем, что теперь мы узнали друг другу получше то есть, вы хотите сказать, что видите ли вот с Сиденом, с которым у меня больше всего прокачаны отношения пятый уровень связи, чтобы вы понимали, да? с Сиденом, видите ли ай, ладно с Сиденом у них не любовь, а так, терпение, да? понятно логика логичная мне не нравится маска Сета у него на лице, потому что я не вижу мимик у него, в принципе, достаточно симпатичная личка я не понимаю, зачем они цепили этот намордник Сета там понятно, мне кажется, у Сета там просто было не очень выразительное лицо само по себе его надо было как-то выделить ему придумали, значит, елки-палки мне страшно смотреть на обилие розовых штук у вас ничего розового нету, да? вы чисто только комментаторы надеюсь, мы сможем поговорить с Ваканой, когда она проснется конечно, мы хотим больше узнать о кунацких вратах но думаю, вам тоже хочется о многом с ней поговорить так, значит, иные явились из космоса неудивительно, что они такие загадочные мы ведь не знаем ничего о том, что по другую сторону пояса вымирания так, а с теми, с кем я ничего не могу делать я могу что-нибудь подарить? не думал, что вытащить Вакану из прошлого вообще возможно потенциал красных нитей просто невероятен, говорит нам Лука способность, позволяющая путешествовать во времени мне казалось, самая сильная способность у Карена но вот, похоже, вы с Юитой его обставили, говорит Кагеро так, тебе ничего дарить не будет с Ханави чуть попозже так, Цугуми меня просит не перенапрягаться так, ну девочек мы оставим на потом давай, Гема так, значит, это Луна сбрасывает на землю иных мне казалось, что нашим врагом были иные но выходит, под их уродливым обличьем всегда скрывались люди ой, ну как всегда, это вот самая популярная мораль что монстры не монстры, которые вокруг а монстры, которые притворяются людьми так, подарить я тебе ничего не могу Касане, мы можем поговорить? у меня к тебе есть одна просьба что такое? я знаю, тебе может быть больно об этом вспоминать но не могла бы ты рассказать мне, где погибла Наоми я слышал, что с ней случилось мне хотелось бы увидеть то место, где она стояла перед смертью конечно, если тебе не хочется об этом говорить, я не настаиваю это Мизухагава можем пойти туда вместе уверена? да, думаю тебе тоже стоит это увидеть я очень сожалею и благодарен тебе наоми именно здесь умерла Наоми здесь она сражалась солдатами Тагетсу она и другие люди, превращенные в иных спасли нас когда нам, когда нам, чего, пожертвовали ради этого в своей жизни тебе, наверное, было очень тяжело один лишь вид этого места наполняет мою душу болью но Наоми, она мне тогда кое-что сказала она была рада тому, что выжила и что ей удалось в последний раз поступить как человек Наоми было больно, но она нашла причину для того, чтобы жить вот почему я не позволю этому меня остановить я выживу во всех невзгодах, которые жизнь подставят на моем пути, видимо Наоми брала в своей жизни все, что могла Гемма, ты что, плачешь? ах, да и правда прости лучше тебе даже не заикаться о том, что ты тоже хочешь умереть за меня не беспокойся, я этого не сделаю я уже решил, что больше не буду тратить свою жизнь зря да и Наоми бы очень опечалила, что если бы я такое сделала отлично, я рада это слышать от тебя но почему ты хотел здесь побывать? мне хотелось разобраться в том, что я чувствую понять, что я хочу сделать с остатком своей жизни я больше не позволю никому пройти через то же, что и Наоми у этой страны слишком много проблем Суо и Сейрон одинаковы они используют невинных людей в собственных целях и без колебаний отбрасывают их, когда те, видим, перестают быть нужными ты прав, я уверена, в этой стране хватает людей, которые прямо сейчас страдают так же, как и Наоми я долго колебался, понимая, какие горы придется свернуть, но узнав от тебя от последних минут жизни Наоми, я понял, какой путь должен избрать теперь, когда о действиях правительства узнали все, система мало-помалу начинает меняться я хочу помочь создать новую систему, чтобы искупить ошибки прошлого это меньшее, что я могу сделать для Наоми я рада, что у тебя есть цель уверена, Наоми тоже была бы счастлива похоже, тебе будет чем заняться после отставки кстати, у меня есть еще одна идея насчет моей отставки, хотя она и попахивает в тщеславие ты хочешь президента? если основной боец АПИ сможет не только прожить долгую жизнь, но и сделать кое-что полезное общество тогда я хочу стать для всех примером того, что псионик может нормально жить впечатляет, наверное, именно твой обширный жизненный опыт помог тебе додуматься до такого кстати, это не я сам придумал, меня натолкнул на эту мысль разговор с тобой че? помнишь, как ты недавно пробовала мою еду? это помогло мне набраться уверенности в себе я понял, что хочу предложить миру не только умение сражаться и даже если я потеряю свои способности, для меня все равно останется множество других возможностей раньше я беспокоился о том, что со мной случится после отставки, но теперь я ее ждучу чуть ли не с нетерпением он действительно выглядит счастливее, чем тогда, когда отдал мне письмо Наоми даже без нее жизнь идет своим чередом, как для Гемы, так и для меня мне тоже кажется, что стоит начать что-то новое правда? хочешь попробовать что-то приготовить со мной? это довольно интересно я подумаю об этом знаешь, Касана, я не мастер выражать эмоции, но... я просто беспокоюсь за тебя, потому что ты мой друг вот и все, что я хотела сказать странно знаешь, Гема, тебя это слышать даже не грустно спасибо не благодари я просто сказала, что чувствую хотя это немного смущает достигнут пятый уровень связи с Гемой знаю, это звучит странно, но я тобой восхищаюсь я тоже тобой восхищаюсь и буду стараться оправдать твои ожидания а почему уровень отряда у меня все еще два хотя у меня уже пятые пошли, ребята ой, Гема нам пишет я вспомню слова Наоми помнишь, я спрашивала тебя, не хочешь ли ты попробовать готовить со мной? я вспомнил кое-что о Наоми когда Наоми дала мне этот рецепт, она говорила, что хочет приготовить это для тебя она очень беспокоилась о тебе и говорила, что ты часто забываешь поесть, если тебе не напомнить она тебе и правда это рассказала? о, Наоми я в порядке я ем, чтобы жить правильно, Гема? ага, нам многое нужно сделать так что едим и выживаем едим и выживаем отличный, отличный лозунг меня все устраивает утепочка сидим нет, в целом, я так понимаю, люди все-таки тут меняются тут нет такого, что они картонные да, там они сохраняют за собой какие-то основные качества, но вот их мотивация все-таки меняется иди сюда, Хана, давай поговорим ты дождалась молодец как думаешь, теперь Вакана останется здесь навсегда? было бы неплохо как бы было хорошо, если бы она могла просто остаться здесь жить ничего я тебе не могу подарить нет, могу, смотри, вкусняшки могу подарить приятного аппетита спасибо ну а что-то я не вижу радости на твоем лице видимо не стоило тебе вкусняшки дарить ты их вообще не оценила я хочу пообщаться с Кёкой мало ли что ты хочешь, у нас очередь тут на пообщаться не нужно как будто-то вы не идете пощадку О чём ты хочешь поговорить? Эмак, где О, как всегда? Ну, ладно, я хотела поговорить с тобой об Апи. Апи? Не о Юйте? Эй, не то чтобы я думала о нём весь день. Ну, может, до недавнего времени так и было, но сегодня никакого Юйте. Я хочу быть более независимой и не полагаться на него так сильно. Ясно. Так, что там насчёт Апи? За то время, что мы сражались, мы увидели её тёмную сторону. Мы узнали, что они вовсе не рыцари в белых одеждах. Мы узнали, что жестокие эксперименты — это организация столь жизни и множества людей. Ну да. И теперь я даже не знаю, стоит ли мне и дальше оставаться в Апи. Я знаю, что окончательное решение могу принять лишь я, но мне хотелось бы знать твоё мнение. Если ты о своей нынешней ситуации, то ты можешь либо уйти, либо попытаться что-то изменить. Точно. И раз уж у меня всего два варианта, знаешь, уходить мне, наверное, всё-таки не хочется. А в Апи у меня есть и друзья, и другие люди, которые мне небезразличны, и мне не хочется сбегать отсюда. Я думаю, что я должна взглянуть на Апи без розовых очков именно потому, что мы знаем, тут что-то не так. И значит, тебе остаётся всего один ответ. Права. Наверное, я и сама уже это знала, просто слишком боялась произнести вслух. Я хочу изменить Апи, потому что в нём очень много людей, которые мне нравятся, и я не хочу отказываться от них. Апи, который не жертвует жизнями, а спасает их. Да. Вот что станет моей целью. Это хорошая цель. Прямая, последовательная, как и ты сама. Да, это цель амбициозна, но это меньшее, что я могу сделать, если хочу быть на том же уровне, что и вы с Юйте. Ты сможешь. Я как-то уже тебе говорила, что у тебя достаточно сил, чтобы прорвать любой фронт. Даже вне боя ты способна пробить любой барьер, если только действительно этого захочешь. Не очень-то это похоже на комплимент, но всё равно спасибо. Я буду очень стараться. Слушай, Касана, я рада, что мы подружились. Что-то не так? Слушай, я была слишком зациклена на Юйте, но после того, как мы с тобой поговорили, я поняла, что должны измениться. Думаю, ты тоже помогла расширить мои горизонты. Я начала думать о таких вещах, о которых раньше не задумывалась. Возможно, мне просто кажется, но не собираешься ли ты уйти из Апи? Почему ты так решила? Ну, когда ты предлагала мне уйти из Апи, ты сделала это без особых колебаний. Вот я и подумала, что может... Я ещё не приняла решение, но ты права. Я рассматриваю это в качестве одного из вариантов. А-а-а, вот как. Ралка будет с тобой прощаться, но я всегда поддержу тебя, какой бы ты путь ни избрала. Спасибо, я это очень ценю. Хотя прежде чем я уйду, мне бы хотелось увидеть, как ты признаешься в своих чувствах к Юйте. Что? Я же тебе сказала, никаких разговоров о Юйте. Ты правда это говорила? Если честно, я пока не готова, но думаю, что скоро смогу сделать первый шаг, так что пожелай мне удачи. Надеюсь, все твои желания исполнятся, и не только романтические. Я тоже буду молиться за тебя. Давай сделаем всё возможное. Что означает это рукопожатие? Я не уверена, но мне показалось это правильным. Наверное, это знак нашей дружбы. Даже если мы будем далеко друг от друга, мы всё равно останемся подругами. Ну ладно, мы ведь подруги. Ну так пойдём? У нас ещё полны, полной дел. Ага, давай, пойдём. Касанэ, ты стала мягче в последнее время, и стиль разговора у тебя изменился. Правда? Ты не замечала. Да? Мне кажется, с тобой стало проще разговаривать. Хотя, возможно, это и я изменилась. Наверное, дело в том, что я теперь лучше тебя знаю, чаще понимаю, что ты чувствуешь. И это чудесно. Пятый уровень связи с Ханабе. Мне очень приятно знать, что ты мне доверяешь. Я знаю, что с тобой я в надёжных руках. Значит, вот что значит доверие. О, пошли вот эти вот сокровенные, да, разговоры. Лёгкое одиночество, пишет нам Ханабе. Я вот тут думаю, что однажды мы с тобой окажемся далеко друг от друга, и уже не сможем вот так вот запросто общаться. И мне становится грустно. Только не забудь сказать, когда решишь уйти. Устроим небольшую прощальную вечеринку. Отправимся по магазинам, попьём чаю со сладостями. Может, хочешь ещё чем-то заняться? Я ещё толком ничего не решила, а ты меня уже провожаешь? Заняться чем-то ещё? Пока что ничего не приходит в голову, так что, наверное, просто чаю попьём. Мне нравится общаться с тобой, Ханабе. Нравится со мной общаться? Я так рада это слышать. Да, давай выпьём чаю. Наговорим все в волю. Договорились. Чока. Как хорошо, что вы вернулись в целости и сохранности. Когда ты исчезла, это было странно. Сборник эссе по неврологии. О, Касанэ, ты как раз вовремя. Сейрон сейчас прибыл известным предсказателем. Говорят, он видит будущее с точностью 200%. Что, аж 200? Это что, предсказания сбываются дважды? Но мне всё равно неинтересно. Ну давай, пойдём вместе. Может, получишь какую-то ценную информацию, которая пригодится в будущих боях? Сомневаюсь, но так уж и быть. Раз уж тебе так хочется, я составлю тебе компанию. Пойдём. Это вдруг очередь доберётся. Доберётся, конечно. Всем интересно. Как здесь и правда, огромная очередь. Я удивлена, что столько людей верят в такие ненаучные вещи. В этом мире есть много такого, что наука не в состоянии объяснить. Да уж, скоро мы туда не попадём. Я схожу, куплю чего-нибудь попить, а ты пока займи место в очереди. Почему она так долго? Может, что-то случилось? Наверное, стоит её поискать. И зачем вы ушла из очереди? Тебе сказали дожидаться. Куда она ушла? А, вот она. Кёка, ты кого-то встретила? О, Касана, извини. Что-то случилось? Кто это был? Это из Тогетсу. Что? Но Тогетсу на последнем издыхании. Или, по крайней мере, мы так считали. Я тоже была удивлена. Похоже, агенты, размещенные в окрестностях Новохимуки, ещё активны. Они сказали мне, что я должна вернуться и снова работать на них. Но почему? Бэйби больше не работает, некому управлять Тогетсу. Они сказали, что нуждаются в знаниях доктора Поу в области нейробиологии, чтобы возродить Бэйби. Никто из других модификантов не смог адаптироваться к огромному объёму памяти доктора Поу. Теперь, когда Бэйби нет, эти воспоминания остались лишь в моей голове. Так, для очистки совести. Ты ведь не собираешься к ним возвращаться, да? Конечно, нет. Я никогда на это не пойду. Тебя всё ещё что-то беспокоит. Она сказала мне, что меня создали в Тогетсу, я должна выполнять свою роль. Да кем они себя возомнили? Найя, но ведь я действительно была создана для воплощения в жизнь планов Тогетсу. Мозг, тело и всё остальное. Когда я была у них, то считала, что единственная моя ценность – выполнение приказов. Я с вами потому, что я больше не позволяю им определять, кто я такая. На их условиях. Я ничуть не сожалею об этом, хотя порой мне бывает не по себе. Я чувствую себя так, будто моё существование не определено. То я попросту, что бесполезно. Ты вовсе не бесполезна, ты спасла нас столько раз. Нам нужна Кьёко, которая с нами здесь и сейчас, а не память доктора Поп. Спасибо. Ты права, нельзя позволить им забраться ко мне в голову. Надо выяснить, что задумали незабитые жрицы Тогетсу их остановить. Есть идеи? Пока что нет. Но и раз я им нужна, они придут ко мне снова. И когда это случится, я сделаю вид, что Квачок не вернулся. И постараюсь выяснить, что они задумали. Он хороший, но рискованный. Позволь мне помочь. Я не могу отпустить тебя одну. Хорошо. Мне правда не хотелось тебя вмешивать, но я нуждаюсь в твоей помощи. Ага, но уже так и не погадали. А я так надеялась на хорошие новости. Я вспомнила кое-что о прошлом, пишет нам Кёка. Я вспоминаю, как впервые прибыла в Суо по заданию. Тогетсу мне предоставили все данные, но когда я увидела Суо своими глазами, то была просто шокирована. Насколько он отличается от всего, что мне знакомо. Наверное, это был культурный шок. Впервые увидеть культуру, отличающуюся от Тогетсу. Все, кто попадался мне на пути, просто переполняли эмоции. И, учитывая, в каком холодном и безжизненном месте ты росла, я не удивлена, что люди из внешнего мира настолько тебя шокировали. На минуточку, как бы, Касаны тоже было мало эмоционально. И Кёка, видимо, тоже первоначально там говорили о том, что она была мало эмоциональна, потом изменилась, стала теплее. Я пыталась думать только о своем задании, пишет нам Кёка, но в глубине души я невероятно завидовала окружающим. У них было столько эмоций, которых не было у меня. Наверное, я стала такой, как сейчас, потому что очень хотела влиться в общество. Подождите, а я не ответила Сидону? Он предложил спарринг. Не хочешь спарринга? Давай померяемся с силами в реальном бою. Посмотрим, кто убьет больше иных. Возражения не принимаются. Так, и у нас осталось Араши. Сдается мне, что теперь наша жизнь станет еще беспокойнее. Надо отдохнуть, пока Вакана приходит в себя. Набор классных вкусняшек. Я и так тебе вкусняшками задарила. Араши, есть минутка? Это насчет той программы. После обновления... Она выглядит непривычно сосредоточенной. Она пишет новую программу. Ой, Касаны! Это же в видеигра. И что, играешь в рабочее время? Я бы могла сказать, что ты меня поймала на горячем, но я всегда так поступаю. И отчитывать меня за это, в общем-то, уже бессмысленно. Почему ты так сильно пытаешься улизнуть от работы? Не все так просто. Это, между прочим, защитная мера, не дающая мне тратить драгоценной силы и интеллектуальный потенциал на бессмысленную суету. Защитная мера? Ну, это же... Араши, найдется минутка? Ты тоже пришла прочитать милекту на тему рабочей этики? Сейчас не время для шуток. У генерал-майора Фубуки могут быть неприятности. Что случилось? В последние несколько часов мне не удается с ним связаться. Данные геолокации тоже недоступны. АПИ ничем не может помочь. Работаем в темную. Наверное, лучше нам его поискать. Нет, нам не нужно это делать. Почему? Потому что он все равно вернется назад, как ни в чем не бывало. Отправляться на его поиски – напрасная трата времени. Спасение твоего единственного брата – напрасная трата времени? Я просто говорю, что не хочу тратить свое время на бессмысленные усилия. Хорошо, позволь мне слегка это перефразировать. Как думаешь, что лучше – потратить немного времени на бессмысленную работу или потерять его и жалеть об этом до конца своих дней? Потеряю? Точно, ты ведь... И струк потерял. И маму. Да, может, ты действительно права? А, Рока, отправь мне последние известные координаты футбуки. Хорошо, подожди. Вот, я отправила. Данные не самые свежие, так что нам стоит расширить зону поиска. А, Ращи, она просто взяла и ушла? Ты можешь отследить ее по GPS? Уже этим, занимаясь на ее данные, геолокация поступает отовсюду. Я не могу засечь ее от текущего местоположения. Наверное, это из-за гиперскорости. Нужно подождать и посмотреть, куда она направляется, прежде чем следовать за ней. А, Ращи остановилась, она... Это, Ращи. Мой путь заблокирован обломками. Не расчистите его без твоей силы. Отправляю координаты. Уборщица по вызову. Я иду по указанным координатам. Похоже, это заброшенное место. Нас, Ращи, позвала только для того, чтобы мы убрали обломки. Ой. Ращи, я уже заброшена в метро. Двигаюсь в твою сторону. И принято, поторопись. Я продолжу разведывать. Удачи. А, я ничего не могу сделать. Эй, Ращи. Она просто делает, что хочет. Ээээ... А по врагам бить нас не учили, да? Я одна отражаюсь, серьезно? Ну, блин, я привыкла, что со мной кто-то сражается. Что я одна сражаюсь? Объясните мне. Вы путите меня, Тима. Потом окажется, что, короче, брательникам было все прекрасно, но он чисто чирил где-то. Да. Ну, блин. Ну, блин. Ну, блин. Играет музыка. Да. Давайте мы, наверное, на сегодня закончим. Я понимаю, что хочется добежать, но у меня такой большой перегруз информации. Сегодня серия будет покороче, чем все остальные, но вот у меня действительно огромнейший какой-то перегруз информации, которая в меня поступила, мне в мозг. И эти ко мне просто на меня сваливаются со своими проблемами, значит. И сверху мама там что-то, маму телепортировали, маму отпортили. Давайте мы на сегодня закончим. Всем спасибо за просмотр. Буду очень благодарны за поддержку, виде лайка и комментария. Подписывайтесь на меня в социальных сетях. У нас есть ВКонтакте, Телеграм, Дискорд, Твич. Все ссылочки в описании. В описании. Все ссылочки размещены. Всем хорошего утра, вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы это смотрите. Мы с вами увидимся уже в следующий раз. Берегите себя и пока.